друзья всем привет продолжаем наши путешествия по летним курортам зимнее время заехали в хутор креницу люблю это место отдыха но только не зимой посмотрите какие волны и более того посмотрите что творится на берегу прогуляемся подробнее все расскажем все покажем ставьте лайки балалайки подписывайтесь на канал и не подписаны и мы начинаем как я неоднократно подмечал креницу это курорт с чистой прозрачной водой и один из признаков такой воды в день когда приезжаешь проезжая через реку пшаду через мост водичка в шаге чисто прозрачная просто как слеза сегодня не могу такую подметить просто какое-то болото течет уверен что и в море тоже водичка не будет сегодня чистой ну мы купаться и не собирались прогуляемся по берегу моря и посмотрим что там есть интересного в несезонное время двигаемся не самая лучшая дорога ведет до берега моря вон она виднеется некогда популярный кемпинг посмотрим цены ушедшего сезона музыка до 23 00 костер без мангала штраф 3000 машина места 400 рублей с человека 200 рублей дороговато конечно то есть если у вас будет еще и палатка плюс машина это уже 800 рублей к примеру вас четверо как в нашем случае то это еще 400 рублей 1200 за отдых в палатке на природе по мне так это очень дорого за 1200 можно и номер снять со всеми удобствами также дополнительно подключение гаджетов 50 рублей подключение со своей переноской к электричеству 150 рублей в общем еще свои плюс плюс и плюс и это цены прошлого сезона следующем может быть будет даже дороже но так для тех кто планирует отдых летом 2022 года может и весной покажу этот кемпинг со стороны также вот эти домики в летнее время сдаются если не ошибаюсь если память не изменяет или три или четыре тысячи за домик также небольшой рыночек на межсезонье убрали переодевалки раздевалки все закрыто ну в принципе курортный сезон в кренице кончается быстрее чем в других курортов геленджикского района прогуляемся в сторону берега моря вижу я сегодня не один такой любитель морских прогулок ох тут мусора на выносила сколько провода вообще молчу сейчас подойдем поближе покажу чебуречная думал чебурека отведать нет конечно на сегодня тоже все закрыто какая-то куча мусора отдельно лежащая от берега моря и кстати говоря про чебуреки мои дети сделали собственный рейтинг самых лучших чебуреков на всем черноморском побережье креница заняла второе место по поводу парковочки даже летом можно испытать судьбу и подъехать поближе к берегу моря правда не совсем она оккультурина не заасфальтирована не забетонирована немного щебня насыпали морской гальки и все как же теперь пройти поближе к берегу моря остается загадкой вот это она выносила тут мусора это что ж такое творится с природой никогда ранее такого не подмечал не замечал просто огромнейшие кучи палок веток ну для тех кто не смотрел мое прошлое видео с архипоосиповки там что-то похожее ну там хотя бы уже начали убирать здесь пока что никаких сдвигов я не вижу вот это я понимаю волны а штормят море море конечно все эти палки ветки по выносила из реки пшады ту которую я вам показывал самом начале видео слой наверное сантиметров 80 какие-то не коряги видно пытались тут уже убирать что-то пилили распиливали может кто-то дрова собирал конечно но это не точно и так вообще сложено вроде бы как аккуратно кучками или природа сама уши сказала ребята забирайте то что вы в море по вы на по выбрасывали обратно чей туфля нормальный такой кроссовок adidas подошвой torsion лежит бесходный может кому и пригодится два самое время поговорить о погоде что же послала небесная канцелярия на 5 января 22 года температура воздуха согласно гидромет youtube по поможет центру 12 и одна десяток градуса тепла вполне тепло но только конечно не при таком ветре такой сквозящий ветерочек задувает однако воду с вашего позволения я не буду замерять даже несмотря на столь сильные волны я думаю внесем наше видео традиционную минуточку релакса у природы нет плохой погоды приятного просмотра не знаю успокоит нервишки такое море или нет тем не менее полюбуемся и с вашего позволения близко не буду подходить так попытка номер два так попытка номер два а 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 все в лучших традициях нашего канала поддержите лайками отдыхай комиссии до сих пор этого не сделали и мы гуляем дальше о какое произведение искусства кто-то притащил выложил целая гора в высоту нара метра полтора я все так подумал ну ранее я таких явлений на черноморском побережье не замечал возможно это последствия летних наводнений то есть сначала каждая река вынесла этот мусор в открытое море каждая река в каждом курорте но теперь при помощи шторма море возвращает все обратно на берег так хотел прогуляться по всему побережью Креницы не получится река Пшада не позволит это сделать ну либо только вплавь также с вашего позволения не буду это делать приезжая летом в Креницу ну свободно можно было пробраться то есть все было берег был в гальке река не дотекала до самого моря не впадала времена поменялись но к летам думаю техника поорудует все вернут на прежний уровень да помимо всяких палок бревен еще бутылки сколько тары всякой кроссовки еще вижу целая пара банки склянки пенопласт пакеты природа все возвращает назад поэтому надо любить ее плавно двигаюсь обратно и прогуляемся в другую сторону берега Креницы некогда популярны зонтики для того чтобы укрыться от палящего жаркого солнца как же я ностальгирую по тем самым временам летним жарким теплым хочется вернуться сейчас в Креницу окунуться в атмосферу лета остается только мечтать ну или ждать месяца 4-5 обращу внимание что чем дальше от реки Пшады тем мусора больше и больше становится что за странное явление такое с чем это связано друзья что думаете по этому поводу пишите в комментариях почему так решил еще немного пробраться чигирями вглубь этого дремучего леса сколько ж дров это ж сколько можно топиться так я думал какое-то животное мертвое нет так коряга выглядит а вообще вчера участвовали в забеге по горе колдун новороссийский не стал показывать на видео встретил мертвого дельфина на пути но к сожалению такие находки на побережье не редкость и не удивлюсь если и сегодня встречу увидел какой-то сарайчик для тех кто в теме что это за кабеля кто-то наворовал здесь или нет или алюминий был в общем чистили вот жулики а а кто-то наверное без света сейчас сидит фонтанчик ну по-моему так он выглядел и в летнее время какая-то площадка с деревянным полом вообще гуляя по кренице сегодня такое ощущение что в какой-то припяти в чернобыле гуляю зомби апокалипсис наступил я не знаю какие еще ассоциации может вызывать вот эта дичь тут вообще целое дерево вынесло наверное метров двадцать в длину пили не пили все равно вырвет с корнями да силе воды не подвластно ни человек ни даже деревья целым ковром принесло различные палки ветки волнами бросает утихнет шторм и останется это лежать как минимум до мая месяца надеюсь к июню хотя бы разгребут уберут работы конечно предстоит немало и так вспоминая креницу где-то начало июня прошлого года берег был очень даже грязный где-то к середине июня только убрали окончательно но надеюсь справится ко всему сказанному про креницу добавлю что по итогам 2020 года сезона креница заняла почетное третье или даже второе место среди курортов самой чистой прозрачной водой не делал еще подобный рейтинг по итогам 2021 года но основывался исключительно своим опытом для тех кто не смотрел это видео можете посмотреть у нас на канале так вот помимо чистой прозрачной воды еще понравился сам берег креницы мелкая галька не на этой части конечно а на той где мы только вышли на берег на пляж так вот ну андрюха остался в восторге насколько он у меня привередлив к морю к пляжам креница ему очень даже понравилось вот тут походу кто-то приезжал дровишек напилил себя на зиму правильно сделал благое дело совместил приятное с полезным а тут так посмотреть работы непочатый край это ж какой силы достигали волны то есть сейчас насколько они сильные и еще метров на 25 наверное они сильнее доставали что здесь аж согнуло заборчик повалило и камнями и ветками и палками страшно представить эту силу волн дошел как раз таки до того места пользуясь случаем покажу вам то есть здесь и песочек можно встретить и мелкая галька и точно такое же покрытие на дне то есть огромных камней на дне в этом месте я не встречал ох вот это накатик а завораживающие кадры на самом деле можно стоять любоваться и любоваться но мы пойдем уже в сторону машины прохладно однако ну благо далеко идти не пришлось вот уже моя машина сейчас прокатимся еще чуть дальше хутор бета тоже один из самых наших любимых курортов геленджикского района и побывав в этих краях просто не могу отказать чтобы не посмотреть и не показать вам как выглядит этот курорт в зимнее время ну думаю что не намного лучше чем крениться однозначно уверен что все таки курортному сезону все уберут и никаких последствий не будет даже видно в этом стихийном шторме друзья понравилась сегодняшняя прогулочка поддержите лайками и лайками если до сих пор этого не сделали пишите комментарии задавайте вопросы подписывайтесь на канал колокольчик колокольчик чтобы получать оповещение о нашей следующей новинке посмотрите первым обнял приподнял поставил увидимся отдыхайте тоже с youtube каналом папа может